Всем привет, мои дорогие друзья! Всем хорошего, доброго дня! Всем доброго дня, дорогие друзья! Всем хорошего дня! Всем приятного аппетита! Да, всем приятного аппетита! Кто в данный момент за столом, мы сели завтракать. У меня тарелка пустая. Я на завтрак быстренько испекла вот такие штучки. Внутри они с творогом. Быстренько, как оно меня ждало. Дорога, ты меня такой всегда салатом не стыдел. Салатом делал ты его. Такой отдельно, совсем вкусно. Да. А я тебе отдельно тоже делаю, милый. Ты не помнишь. Только соль. Я делала отдельно, ты не помнишь, просто, милый. Это я отварила красную свеклу и просто на терке натерла. Я Акану сказала. Я говорю, может тебе там добавить, что хочешь. Соль, масло или что. А я и просто так люблю. Очень вкусно. Вкусно, да. Поэтому. Еще там есть две штуки. Три штуки тогда мы, кажется, купили. Вот так. У меня кое. А? Три штуки. Да, да. Еще две есть. Вот, пожалуйста, если тебе понравилось, я обязательно буду это готовить. Ой, я вчера майки забыла. Рубашки захватила, а майки забыла этот снять. Сейчас возьму. Вот у нас такая сегодня прекрасная солнечная погода. Красота. Вот. Не знаю, сколько градусов. Может так же, где-то 25-27, может быть. Ну, 30-ти нет. 30-ти градусов уже, я думаю, не будет. Вот. Фикус вынесла сюда почему-то вот такие штуки. Болезнь что ли какая-то. Я не знаю. От чего. Вынесла на балкон. Так. Ладно, все. Кажется, у нас здесь все горячего нет. Но здесь вот чайник. Сейчас, наверное, Лира у нас спать легла. Сейчас я балкон закрою. Лира спать легла. Все. Ты там дверь закрыл? Сюда. Спальня. Нет. Ладно. Утр, утр, утр. Утр, сиди. Сиди спокойно. Я сама потом. Потом. Привязала. Вот. Чем бы дитя не тешилось. Да. Привязала просто, чтобы она была открыта. И вот эту штуку открыла. Потому что Лира сюда залезает. И лежит. Мне уж там написали. Таня, Лира порвет вам в эту сетку. Лира вообще до нее не дотрагивается, девчонки. Она залезла. Она там лежит. Иногда лапы отсюда высунет. Она тоже лежит. Балдеет. Она эту сетку. Она вообще ничего не трогает. И, знаете, такое ощущение, что я абсолютно по барабану. Она залезла, полежала, вылезла. Залезла, полежала, вылезла. А она же падает. И поэтому я вот тут просто подвязала. Думаю, пускай девчонка играет. Если ей хочется. Так, ладно. Лира. Здесь. Я уж вам не буду показывать раскарадаж. Мы еще этот постель не убрала. Потому что я этот. Акан увидел, что я вчера достала вот это слоеное тесто. И все. А я думала, что-нибудь такое приготовлю. А он на завтрак, что ли. Видите, какой у нас тут раскарадаж. Все по-домашнему. Все натурально. Да. Как, я думаю, у всех такое бывает. Быстро-быстро торопилась. Вот обычно я мою. А сегодня вот даже не успела. Это поставила, то поставила. Вот я, Кануш, вчера, этот, даже не вчера, а сегодня, ночью, с работы, когда пришел, в холодильник заглянул и увидел, что я поставила на разморозку. Я говорю, ты что будешь утром в реке делать? Ну и все. Он захотел утром. Я говорю, ну ладно. И вот быстренько на скорую руку я приготовила. Ладно, дорогие мои. И еще раз всем приятного аппетита. У нас тут гулящий парень к нам пролетел. Девочка там. Она всегда летает поверху. Ну ладно, привыкнет. Это уж я специально для Кеша оставила. Для них, потому что они грызут кольца или все. А это он орешки кушает. Вот. Вы знаете, что он тут выкинул сегодня. Я, короче, когда он тебя звал? Я тут, короче, вот эти бюреки готовлю, да, чтобы выпечь, да. Акан пошел там их, этот, я клетку сама открыла, конечно, Акан подошел. Кеша сразу говорит, давай кушайте, я слышу. Акан говорит, сейчас, сейчас. Акан, короче, там насыпает им этот корм и все дела. Они разговаривают. Кеша спрашивает у Акана, как дела? Как дела? Все хорошо, там Акан с ним разговаривает, все дела. Потом Кеша такой. Я отсюда все слышу, девчонки. Кеша такой говорит. Пошли гулять. Акану, да. Акан такой говорит. Куда пойдем? Такое, знаете, секундное молчание и такой. К девочкам. Я говорю, сейчас я вам пойду к девочкам гулять. Вот вам мужчина. Куда зовет он? К девочкам. К девочкам говорит. Пойдем гулять. К девочкам. Вот так вот. Куда зовет? На что соблазняет? На девочек. Вот так вот. Вон у тебя, молодушка. Ой, умрешь с ними, девчонки. Понимают, не понимают. Но так в тему так еще говорят. Знаете, что подходит слово, да? Вот орешки к ушей. К девочкам. К девочкам. Я же всегда говорю, Клара, девочка. Это не девочка же он сказал. К девочкам. К девочкам. Да, прямо так. К девочкам. Че прилетел? Че, все вспомнил про меня, да? Всем привет. Чирикни, раньше чирикал. Всем привет, скажи Кеш. Вот, умница моя, умница. Взрослый парень он у нас. Да. Он там что-то еще верещит. Он взрослый парень. На человеческий возраст ему 35 лет, девочки. Так что вот он такой мужчина в рассвете сил. И вот. Пойдем к девочкам гулять. Вот. Пойдем к девочкам. Пойдем к девочкам. Как дела? Хорошо. Кушай, давай. Главное дело. Главное дело. Я выпустила это там, да? Кеша сюда прилетел. Я тут немножко со стола убирала. И этот... Они вот так же сидят, любуются. И Кеша Акана так... Папа хорошо. Папа хорошо спрашивает. И Кеша у Акана такой... И Кеша Акана такой говорит. Говорит, кушал? А Акан говорит, да, кушал. Кушал? Спрашивает. Я говорю, блин, меня никто не спрашивает. Мама кушала или не кушала? Папа хорошо. Да. Вот. Молодец тебе. Давай, гуляй. Ага. Да. Чуть что. Папа, папа. А если какой-нибудь кипиш сидит? Мама. Таким голосом, да, милый? Да. Если что-то надо, ко мне бежит. Как оно не бежит, ко мне бежит. А вот, чайные пакетики там грызет. Больно не давай. Вот. Иди отсюда, здесь шумит. Ну, он всегда чайные пакетики ковырял. Что? Папа хорошо. Да, папа хорошо. Кеша хорошо? Скажи, Кеша хорошо. Папа хорошо. Кеша хорошо, скажи. Отвали мое черешни, говорит. Папа хорошо. Ай, умрешь над ним, да. Иногда подходит, он спрашивает, папа ушел? Ну, на работу я говорю, ушел. Папа пришел? Пришел. Ой, ну ладно, дорогие мои. Их я вам могу показывать вечно. Что тебе, чай налить? Нет, еще не допела. Я вот кофе буду сидеть. У тебя время есть еще, милый? Есть немножко. Сиди спокойно, чай попьем. Вот, пообщаемся. Пообщайся. Я-то с ними всегда общаюсь. У Акана, видите, Акан всегда на работе. Поэтому все внимание туда. Да? Вот. Всем хорошего дня. Скажи, Кеша. Скажи, всем хорошего дня. Черекни уж. Скажи, всем хорошего дня. Чем старше становится, тем это, такой. Так интересно. Вот бегает. Чай холодный, если что. Я уже этот. Он уж там попил. Немножко. Я уж отгоняю. Горячий, ты что? Нет, нет. Что? Что сказал? Нет, ничего. Понравился его. Так он всегда так пакеты рвал. Ты забыл просто. Лира появилась. Так очень редко выпускаем. Ну, чтобы они с нами вот так завтракали. А так-то летает. Но уж без этого. Больно не давая, милый, ковырять. Там бумага же все равно. Там чайник пыхтет. Я уж туда смотрю. Что такое? Давай, что такое? Что такое? Что? Что такое? Ага. Мой золотой. Видели, девчонки, какой у нас Иннокентий храбрый? Видите? Чистое я блюдце. Блюдце я все убрала, а блюдце чистое поставила. Очень хотел купаться. А у меня полный этот. Я вот сюда поставила. Вот блюдце. Нет, не купается он так, девчонки? Нет. Сто раз так пробовала. Нет. Вот. Милый Бак. Посмотри, он купается-то. Смотри. Смотри как. Смотри. Храбрый. Ну, храбрый. Слов нет. Это знаете, что для него значит? Вот так, чтобы сесть. Он даже в прозрачную посуду не садился. Там, в раковине. А тут, видите, она прозрачная. Еще высоко. Еще там что-то. Свет другой. Умница. Храбрый. Ой. Акан еще говорит, давай делай. Я говорю, нет. Посмотрим. Очень сильно хочет. Пускай, говорю, он немножко страх свой победит. Давай, сынок. Молодец. Молодец. Ты мой золотой. Вот я как поставила. Здесь все устойчиво стоит. Там, видите, вода. Он даже ногами в воду никогда не заходил. Представляете? Он так боялся. Да. А тут сам. Иди, Юл. Мой золотой. Ты мой золотой. Ты мой золотой. Можно вашу лапу. Умница. Накупался. Вот он как хотел купаться. Видите? А купаться он хочет не всегда. Не всегда. Иногда я его... Это нет. Он не купается. И все. Конец. Конец истории, да? Вот. Я сама это удивилась. Увидела и думаю, дайте я вам покажу. Вот. Вот все. Молодец. А это я даже специально распорискала. Думаю, может, вот сюда в лужу пойдет. Нет, нет. На тарелку. Ну, не идет и все. Нет. Ему надо именно, чтобы это было из крана. Ну, ладно. Все. Искупался. Искупался мой. Так. Вот когда Лиры у нас не было. Девчонки, кто не знает, да? Кеша у нас вот так летал по всем комнатам. Куда он хочет, туда он и летал. Ну, сейчас вот, да. И за Лирой. Ну, и то. Я уже как-то в одном из видео говорила. Я хочу попробовать потихонечку. Как бы, может быть, Лира не будет трогать. Потому что на клетку она сейчас внимания не обращает. Кешу с Кларой я к нему, к Лире тоже подношу. Лира понюхает. И знаете, я на глаза смотрю. Какими глазами она смотрит. Как на еду или как это. Или в глазах как-то безразличие. Она понюхает, отворачивается и уходит иногда. Даже несмотря на то, что в руках держим. Да, милый? Вот попробую как-нибудь я этот Лиру. Кешу Лиру. Клару нет. Клара потому что слабенькая еще. Если вдруг она что-нибудь за это. Ну, мы здесь, если что, дадим. Поводок есть. Лиру на поводок посажу. Вот. Ну, попробую я, да. Если все хорошо. Под моим присмотром. Ну, поживем, увидим. Не говорю, что прямо сейчас стартану. Потому что нет. Иннокентий, девчонки, для нас. Это, я не знаю, как миллион слитков золота. Да, сынок? Это у нас, он бесценен. Нет у него никаких, у него нету никакой цены. Для нас это бесценная, бесценная жар птица для нас. Красавчик, да, девчонки? Ну, красавчик. Все, у меня Ака на работу пошел. А я так и не посмотрела, сколько градусов. Ой, у меня в руках майки. Я же майки-то еще не сняла была. Так. Ой. Все. Мужа проводила. Сейчас буду уборкой, приборкой заниматься. А потом уже буду заниматься своим любимым делом. Так. Здесь их нету. Они у нас здесь. Смотрю, Иннокентия нету нигде. Он сюда прилетел. Мы хотели его отсюда вынести. Вот я даже сейчас попробую. Он не выходит. Ему куда хочется здесь. Вот. Вот. Видите? Нет. И потом уже и Кларочку сюда мы принесли. Я вот постелила скатерть, потому что он там туда сразу садится и там гадит. А скатерть он боится не садиться. Так что вот. Мое рисование я пока отсюда уберу. Я его не закончила. Так что, дорогие мои, вот попугайчики здесь летают. Конечно, каждый день я их так не выпускаю. По всей квартире имею в виду. В комнате, да. В комнате они летают. Это я вот для тех говорю, что кому интересно. Все-таки пишут все равно. Я как бы отвечаю, говорю. Но, видите, появляются новые друзья. Всем огромное спасибо, кто подписывается на наш канал. Вот. Возможно, кому-то интересно. Выпускаю, да. Я вам показываю же, что вот они в клетке сидят. Ну и все. Я видео уже заканчиваю. В сутках-то сколько дней. Конечно же, я их выпускаю. На следующий день показываю. Опять вроде бы в клетке сидит. Да, закрыто. Вы думаете, они не летают. Летают? Как не летают? Так, ну ладно, дорогие мои. Вы меня не видели в этом видео. Ну вот, я еще в себя порядок как бы не привела по-человечески. Вот так покажусь. Всем привет, мои золотые. И это. Так что, дорогие мои, на этой ноте я буду с вами прощаться. Ну, такой, знаете, я смотрю, получился такой попугайский влог. Да, влог про наших попугайчиков. Возможно, кому-то тоже это будет интересно. Девчонки мои, мальчишки, тоже пишите, если вам интересно. И иногда буду снимать такие влоги, да. Может, кто-то любит попугайчиков. Я их просто обожаю. Просто обожаю. Никогда не думала, что я буду любить вот это. Вот это пернатый. Вот это пернатый. Я же его просто обожаю. Да, просто обожаю. Вообще не думала даже, что у меня будет такая любовь к попугайчикам. Пока не заведешь, конечно, ты этого не поймешь. Ну ладно, дорогие мои. И всем огромное спасибо, кто провел то время вместе с нами. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok